Кировский машиностроитель стал бронзовым призером первенства «Золотое кольцо». Решающий матч за третье место наши футболисты выиграли без боя. На встречу с кировчанами не приехала команда «Череповец» и получила техническое поражение. Машинка финишировала третьей, пропустив вперед молодежный состав Ярославского «Шинника» и Костромское «Динамо». О других спортивных событиях в обзоре Эдуарда Пенюкжанина. Юным хоккеистам команды «Вятка» пока не удается наладить игру. Наши 12-летние игроки в регионе Поволжья и первенства России потерпели очередную крупную неудачу. В Нижнем Новгороде «Вятку» торпедировала «Торпеда» со счетом 13-2 и 13-1. В составе кировчан заброшенными шайбами отметились Александр Тружков, Данил Вакуев и Арсений Смехнов. Пока в этих соревнованиях наша команда идет на предпоследнем, пятом месте. Следующие игры «Вятка» проведет 12 и 13 октября в Нижнекамске. Футболистам команды «Тюмень» удалось взять реванш у кировских «Динамовцев». В самом начале текущего первенства России среди клубов 2-го дивизиона зоны «Урал-Поволжье» кировчане на своем поле обыграли тюменцев со счетом 1-0. Увы, это пока единственная победа в активе нашей команды. Накануне в нефтегазовой столице Урала состоялся ответный матч между соперниками. «Тюмень» на 14-й минуте забила мяч с пенальти. Это оказался единственный гол в игре, которая завершилась при счете 1-0 в пользу тюменских футболистов. Они, кстати, сейчас занимают второе место в первенстве России. Кировская «Динамо» пока по-прежнему на последней строчке турнирной таблицы. Юные воспитанники Кировской родины стали победителями первенства России по мини-хоккею. Соревнования завершились сегодня в Кирово-Чепецке. В течение четырех дней на льду «Олимп-арены» главный приз оспаривали участники из Кирова, Новосибирска, Ульяновска, Московской и Свердловской областей, а также Республики Коми. Наши 15-летние хоккеисты обыграли всех соперников. Так подопечные Игоря Коноплева проверили силы перед участием в Кубке мира. На эти соревнования в Швецию наши ребята отправятся в конце октября.